Столпы молитвы, их четырнадцать. Первое, то что человек должен стоять, совершая обязательную молитву. Человек обязан совершать молитву стоя, но никак не сидя. И это в обязательной молитве. Исключением является, если только он не имеет на то возможности, как, допустим, больной. Что касается желательной молитвы, то человеку можно совершать ее сидя. Однако он должен знать, что он возьмет только половину награды того, кто совершает ее стоя. Следующий столб это произношение тагбиратулихрам, то есть то, что вводит тебя в молитву словами Аллаху Акбар. Третий столб это чтение Фатихи. Человек обязан совершать молитву, почитать суру Фатиха, молитву полностью. В каждом ракате. Будь это та молитва, которую он совершает громко или же тихо. После этого следующий столб это поясной поклон. И следующий столб, или же тот же столб, куда же входит, это когда ты поднимаешься с поясного поклона, встать ровно, постоять ровно. Точно так же является столбом следующим, это пасть вниз, то есть положение саджда на семь органов. Подняться, также столбом является подняться саджда на какое-то время. Точно так же является столбом сидеть между двумя садждадами. Столбом является учитывать порядок этих столбов. Также столбом является спокойствие молитвы. Человеку нельзя молиться быстро. Нельзя человеку молиться подобно тому, как клюет петух. И чтение последнего ташахуда. И человек должен читать его сидя. Салат на пророка, который начнется саляму алейкум. И два таслима, то есть когда человек говорит саляму алейкум. Это 14 столбов молитвы, которые недозволены оставлять. Если человек оставляет эти вещи по забывчивости, специально, то его молитва является недействительной, ему надо ее перечитать.